9 декабря международный день борьбы с коррупцией. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 году, когда целый ряд стран подписали антикоррупционную конвенцию. Итоги борьбы с коррупцией в Курской области за 11 месяцев подвели в четверг в Доме журналиста. Взятки, растраты, злоупотребление служебным положением. По статистике, такие преступления чаще всего встречаются в сферах, связанных с оборотом земель, распределением бюджетных средств, жилищно-коммунальным хозяйством, медициной и образованием. По данным ОМВД, по сравнению с прошлым годом случаев получения взяток стало меньше. 28 человек привлечены к уголовной ответственности, осуждены на срок от полутора до пяти лет лишения свободы. Так, за получение взятки в 4000 евро экс-глава Ганышевского района Виктор Щетинин получил три года заключения. На такой же срок осужден бывший заместитель главы Курчатова Владимир Плотников. Также было успешно закончено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления по распоряжению земельными участками города Курска Алексеенко, ну и его соучастников. Алексеенко назначен наказанием в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности сроком на два года. Меры по противодействию коррупции принимает и администрация Курской области. Работа направлена в значительной мере на предупреждение таких преступлений. Александр Николаевич Михайлович, подписанный ряд документов, утвержден кодекс этики и служебного поведения гражданских и государственных служащих. Такой документ в Курской области издан в прошлом году впервые. Это говорит о том, что администрация видит дальнейшую и последовательную работу в этом направлении и борьбу с коррупцией. Еще одна мера борьбы – подбор сотрудников на госслужбу идет только на конкурсной основе. И только из числа тех, кто вошел в областную программу подготовки кадров. Таким образом, управленцы проходят двойную проверку на благонадежность. Например, в этом году 89 человек подали заявление, чтобы войти в кадровый резерв области. И 9 из них отсеялись, представив недостоверные сведения о своих доходах. Лариса Мироненко, Владимир Придворов, Телеканал СЕИМ